я 40 лет назад первый и последний раз был в москве и 30 лет не говорил и не читал ничего по-русски и потому очень плохо говорю понимаю так поэтому я бы просил вас что вы говорите по-серски или пола русский пола србский я сам дошел пред два три дана в москву и толико сам био узбуден да сам моему приятелю кои меса чекал рекал погрешам бро и хотела так у смо сат времена тражили он сказал что непонятно да что не было 30 лет 40 лет не был здесь потом 30 лет по-русски не говорил уже сейчас он в москве два-три дня но когда приехал был так возбужден что забыл на дом где гостиницы поэтому семья его ждал по моим гуляли сад сад и посмотришь а я прошу прощения порядочком присядете поможете для него как же спасибо большое мы вам будем признать там очень услышите мне кажется маленький зал можно не микрофон чиньи мисе до сам дана смело вишу узбуден нега тога правого дана ка сам дошел так вот не можете замерить и ничто а сейчас он сказал немножко даже более возбужден чем мисе дана десело толико лепих ствари да поменючу само то да е неделю дана или мало више у литературного газета и зашло нехолико моих песана а он говорит столько вообще у него случилось в эти за эти дни столько хороших вообще моментов и вот в частности несколько дней назад вот предыдущем че из номера литературного газета вышли несколько его сих твари а никогда не сам ни санял о томе на чем и литературная газета объявить песна захвалючи моему приятелю евгению кои ту међу нама и то же се доводило а он говорит ему даже не вађе снилась там што вдруг когда театру на газете не печатали его стихи но вот это он дала его колеги я сам ових дана ту на таганки и случайно се дозна че догодило да сам да је ово место где смо вечерас ту недалеко од моог хотела сје ми се некако лепо наместило у ових пеше дана надам се да се и у будуци а кобаса полуђа Один из лучших знаний о том, что я был здесь. Он был в этом вечере. Он был в Библиотеке ближе. Да, он был. Очень хорошо, что у него гласили себя не так далеко отсюда, на Таганке. Он легко найти ему это дивное счастье. Да. И все, что я оставил после 40 лет в Москве, на этих днах, я нашел снова. И то, что 40 лет назад он оставил в Москве, сейчас я нашел. Прод 2 лет назад я потерял свою надежду в Москву опять там попасть. И зато сам написал песню «Поновно путование у Руси». Новое поездка в Москву. Вот он пытается найти стихотворение. Наверное, вам сейчас прочтет это стихотворение. Когда... 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 Когда здесь из Думы надо, да? Написал. Он написал действительно, когда он потерял последнюю надежду, что он все-таки в Москву попадет. Я хочу ее прочитать на српском. «Поновно путование у Руси». «Поновно путование у Руси». «Его меня Русио после...» «Его меня Русио после многого лета. «Стигао сам напокон коза краја света, путаючи ноћима данима. Али то што сам дошоо никог не зањима. Веровао сам да ће сви одмах видети како моје срце понад Русије... како моје срце понад Русије... Као моје срце понад Москве я светло. Надао се да ћу чијим извоза ступим Око себе пола Русије да скупим Из гужве перона излазим полако, идем тротуаром, Скоро би заплако, таман, кад помислил, да сам сасвим сам, из-за првог угла, появится Мандельштам. Я просто хочу сказать, не прозвучало, что книга переведена на русский язык замечательным поэтом Еленой Буевич, она живет в городе Черкасах, и вот все русские тексты — это ее переводы. Здравствуй, Россия, вот после стольких лет видишь меня, обошедшего целый свет, долго плутавшего, ждавшего одного, но не волнует явление мое никого. Я представлял, увидит теперь любой, как мое сердце светится над Москвой, думал, ступлю из вагона средь бела дня, вмиг пол-России сгрудится в круг меня. Медленно по перону толпой ведом, вышел на улицу, слезы сдержал с трудом, но до угла одиноки добрел, а там, прямо навстречу, топает Мандельштам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, мало лише. У нас еще одна такая, как бы, хорошая вещь, которая с ним произошла, когда он только приехал, допустим, на самом деле, порошлись пешком. Вы знаете, на солянке как раз этот сквер Мандельштама, и первое, что все-таки он в Москве увидел, это Мандельштама. Ну, пусть не живого, но все-таки он дошел до этого сквера, снялся там, разместил в фейсбуке фотографии с Мандельштамом. Так что все-таки это где-то произошло с ним. О чем он писал два года назад, не ожидая, что попадет когда-то в Москву. Но он все-таки попал, Мандельштам и увидел. Ты читаешь по-сербски, а я по-русски. А потом сменимся, кто-то еще будет по-русски читать, да? Сначала. Сначала. С четыре. Стрелец. Вино и чрни. Вино и мастило. Године су проазили дан по дан, пролетали как дланом о длан, ни то што смо вино по цел дан пили, ни што смо лудовали и луди били, ние нам живот упропастило, ведь что смо мешали вино и мастило. Вино и чрнило. Года расточились, рассыпались в прах, что ночью бессонность скрипит на зубах. И вовсе не то, что мы сутками пили, сходили с ума и с ума же сводили, не это сгубило нас и сломило, а то, что мешали вино и чрнило. Славянске, да. Славянске, да. Славянске. Славянске, Порой во мне, во сне, в тумане проснутся древние славяне. Лес дышит, аромат все гуще, улип цветущих. И не вино у слада духа, а медовуха. И пчел страда не обозрима, несутся мимо, блестит на них, не облетая, пыльца цветная. Мои предцы су живели у Скадру. То е данас у северној Албани, то е била престолница српских кралјева и хаснијет, и цара Душана. Значи, его предцы жили в городе Скадр, это сейчас Албани, а тогда это была столица царей. Царей, да? Серки-каралей. Ну, по-албански это называют Шкодра, поселки Скадра, Скадрарское озеро, на той стороне озера, сейчас это Албани, но тогда это была старая Сербия, где была столица Серки-каралей. Мои предцы. И поэтому живели су моји предцы код Скадра над Римцу Реци. Место где је давних дана био двор младога Душана. Све да су живели моји стари и као Душанови конјушари, све и да су били слуги заре ту мало заслуги. Мои предки. У Скадара, у Дримца реки, жили предки мои, старики. В этом месте был с давних пор молодого Душана двор. Хоть мои, скорее всего, были конјухами у него. Но и в том немало заслуг. Просто быть из царёвых слуг. Граћаница је једна од најлепших српских царкава. Она се налази у српској покрајни коју је НАТО окупирао прије двадесет година. Граћаница је само изниминјете српскоје ката је щас не уводи с том районе ката окупирована. Но и то је послуг. Щас је српскоје спослуг. Граћаница. Каквим да те стихом зидам, Граћанице, да ми ову песму лию радоснице. Да са сваког стуба, са свакога зида, кроз моје речи, прогледа Симонида и да нам помогну сви срби свети како би те собом узмогли понети, да сваки од нас по свету има и по једну Граћаницу Граћаница. Само да им објасниш шти Симонида, тој кралица србска, којо жије преску граћанице, којо шијтари и згрибали очки, дарюючи да свакога. Просит објснить, там, србскоје появляје Симонида, это сербска королева, каје граћаница Симониды, и ей турки высеклили на этой самой фреске очки глаза выбили. У них почему-то был так пробыча, они боялись очень много из церкви, и на косово, везде. Почему-то им именно глаза часто как это сказать царапали, выцарапали именно почему-то глаза. очень часто вы можете увидеть фактически целую фреску, а глаз нету. Почему-то не знаю, с чем это связано, по-видимому, есть какое-то объяснение, именно как на тебя икона смотрит, вот эта фреска, и, по-видимому, это как-то доставляло какое-то неудобство. Вот именно очень часто выцарапывали глаза, и он поэтому просит объяснить, чтобы было понятное стихотворение в чём-то суть. Грачанец, как тебя из слов построить, грачаница, чтобы умилиться, а не отчаяться, чтобы никогда не терять из виду со стены глядящую симониду, чтобы подсобили святые сербские, унести себя в своём сердце и, чтоб любой из нас, где не погляди, по одной грачанице нёс грудьи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТА ПОКРАИНА СРПСКО, СРПСКА, КОЮ НАМЕ НАТО ОТЕО ПРИЕ 20 ГОДИНА, А НАДАМСЕ ДАЦЕМУ С ПОМОЦ ВАШУ, ДАЙЕ ВРАТИМО ЕДНОГ ДАНА, ЗОВЕ СЕ КОСОВО И МЕТОХИЯ. КОСОВО И МЕТОХИЯ. СВЕ ШТО ИМАМ И ШТО ЗНАМ, СТАЛО Е У ОВАЙ ПЛАМ, ШТО ГОРИ НА РУКАМА, НА УСНАМА И ПЕСМАМА. ЗА СВАКУ СУЗУ ДЕТИНЮ, ЗА СПАНЕНУ СВЕТИНЮ, ЗА ПТИЦУ СТРАДАЛУ У ЛЕТУ, ПОЗИВАМ НА ОСВЕТУ. ПОДЕЖЕМ КРСТ, МАЧ И СЛОВО, И КУНЕМ СЕ У КОСОВО, ЗАКЛИНЕМ У МЕТОХИЮ, ПОД ЯЗИКОМ НОСЕЦ ЗМИЮ, НОСИМ НЕКЕ СТАРЕ РАНЕ, ДА ПОЛОЖИМ У ДЕЧАНЕ, МАКАР СНАГОМ УСПОМЕНА, ДА СЕ ВРАТИМ ДО ПРИЗРЕНА, ДА ОБИДЖЕМ АРХАНГЕЛЕ, ПОПАЛЕНЕ, ЗА ПУСТЕЛ. МОЖДА ЙОЩ ЕДНО ОБЛЯЩЕННЯ, ПРИЗРЕНА ЕЦАРСКИ, ЈДНА ОТ ПРЕСТОВНИЦА СТАРЕ СРБИЕ, А ДЕЧАНИ И АРХАНГЕЛИ, ТО СУ ДВА МАНАСТРИРА НА У МЕТОХИЮ. ЕЩЕ ПОЛОЖИТ ОБЯЩЕНИТЬ, ЧАБЫ БЫЛО ПОНЯТНО. ПРИЗРЕНА ТО ГОРОД НА ЮГЕ КОСОВО, ТОЖЕ БЫЛА ОБНОВОИМ СТОЛИЦЫЙ, А ДЕЧАНИ И... И ШТАЮШ МОНАСТСТИРА НА АРХАНГЕЛИ. АРХАНГЕЛИ. Это монастыри МЕТОХИИ. КОСОВО И МЕТОХИИ, ЭТО ДВЕ ЧАСТИ ВОТ ЭТОГО КРАЯ. ОНИ ДЕЛИТСЯ, ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ КОСОВО, БОЛЬЧЕ ЗАПАДНО, И МЕТОХИЯ. САМИ ОЛБАНЦЫ, КСТАТИ, НАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО КОСОВО, МЕТОХИЯ, СЕРБЫ НАЗЫВАЮТ КОСОВО, И МЕТОХИЯ. МЕТОХИЯ, ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО, ОЗНАЧАЕТ МОНАСТЫРСКУ ЗЕМНИ. ЧМУ-ТО ИХ, ОТ ОНИ И БОЯТСЯ, ЧТО ИДЁТ ПРАВОСЛАВНОЕ КАНАЛОГИЯ. ТЕЙ УЖЕ МАЛО САМ ПРИЧЕЛО. А КОСОВО ВОБЩЕ, ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПТИЦЕ ДРОССКИ. КОСОВЬ ДРОССКИ, ЭТО ЖЕ СЛАВЯНСКОЕ СЛОВО, ПОЭТОМУ. Но КОСОВО, ОНИ ПРИЧЕМУ-ТО НОРМАЛЬНОЕ ОННОСТИТ К НАЗВАНИЮ КОСОВО. А МИТРОХИЮ НИКАК НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ. Ну, ТО, ЧТО БЫЛО ПОНЯТНО, ДЕНЧАНИЕ И ОРХАНТКИ, ЭТО МОНАСТЫРИ, А ПРИЗИН, ЭТО НАЮГЕ СЕРБИЯ, КОСОВО, 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 СОВЕМ УЖЕМ ДАЛЕКО, И ТАМ ТОЖЕ БЫЛА, БЫЛА ЗНАМЕНИТЫЕ ЦЕРКИ, Вот ЭТО, КАК УТО, У... У... У ПРИЗИН. ПРИЗИН КРИПИЛЖЕНИЕ ГОРГИВЕХОВ. ЧТО БОИЛА ЗНАМЕНИТЫЕ ГОРГИ Portland, ЗНАМЕНИТЫЕ ВАЛ, ВОНО ВОСТО ИЮНЕСКО, ЕДНОВИТОХ ШАМЯЩЕ ССТЕРКВИ. ТОЖЕ ОНА СACH… С.ВАННЯ ОСНИЕ ГОРГУШННЫЙ... НЕ ЗАНГЪНО, НЕ, НЕ ЗАНГЮНОНО, НЕ ЕЮХСПАЛИНЫИ... ВОЩЕ, То есть это вообще такой концентрации православной культуры в одном месте, как в косовой метрехе, нигде нет. И это все простояло 500 лет, когда были турки, все это простояло, в общем-то. Ну да, могли-то в глаза где-то на церковь выцарапать, но церкви все стояли 500 лет. А вот сейчас буквально на наших глазах разрушается, нигде нет такой концентрации православной культуры, как в косовой метрехе, больше нет. То есть это явление, на мой взгляд, это катастрофа не только сербов, это целого цивилизованного мира катастрофа. Но как-то к этому все относятся очень безразлично. То есть сам я же добавил мало. Косово и Метохия Что берег в душе от вышних, то огонь уже повыжег, пламенем по рукам, вспышками по устам. За слезы о чем-то сыне, за попранной святыне, за птицу, сбитую в лед, душа к отмщенью зовет. Крест, меч и речь мою Косову отдаю. В Метохии сны мои, с подъязычным ядом змеи, пойду в монастырь дичаны, оставить старые раны. И силой памяти призван, вернусь к тебе, древний призрин, разрушенный в чаду, архангелы обойду. Подожди, Данил, минуточку, я хотел спросить, может быть, кто-то меня хочет сменить? Мне нетрудно, но, может быть, мужские голоса пусть прозвучат. Нет, Евгений, Станислав, Евгений. Вы меня временно смените, да, потом? Я просто не для затратки скажу, поскольку я именно эту страницу, которую разрекламировал, Данила готовил. То есть это вот разворот целый, значит, здесь две большие подборки сербских поэтов и три польских автора. Вот, в том числе Владимир Яглевич, потрясающий, на мой взгляд, сербский поэт. Вот, ну и, конечно, наш сегодняшний гость. И вообще замечательно, что, значит, Лена Буевич, с которой много лет знаком, сделала такую потрясающую работу и вышла книга. Это большая радость для всех нас. Лена давно занимается вообще славянским миром и, в частности, Сербией. Вот, у нас как-то это меньше происходит. Она ведь не в России живет, на самом деле, да? Да, вот, уже о ней говорили. И то, что Бурага, с которым я тоже знаком в Киеве, вот, сделал такую работу, это все замечательно, да? Это с одной стороны. Вот. С другой стороны, конечно, вот, несмотря на то, что мы живем в такое время, когда тиражи падают, но все-таки 30 тысяч тиража литературки для поэтов Сербии и Польши, вот, поскольку я с ними все время на связи, это для них, конечно, убийственная цифра. В каком-то отсутствии мне Данила написал, что это для нас огромная радость. Вот. Для нас тоже. И я надеюсь, что мы будем их всех поддерживать и так далее, и так далее. И вот этот разлом, о котором он все время говорит, славянского мира, вот, и о котором как-то мало у нас вообще ведется речь там наверху, вот. И вот это культурное противостояние, оно нужно нарастать, а, к сожалению, оно сжимается. Ну, это как бы так вот для затравки, поскольку я его поддерживаю во всех этих вещах. Ну, теперь у нас стихи почитаем, да? Да, я еще хотел бы вот что добавить. Завтра вот, 20 лет Александру Сергеевичу, да, Пушкину, вот. Вот, как сказал один наш великий современник Андрей Битов, что ничего более русского, ничего более русского, чем язык, у нас нет, да. Вот Пушкин – это яркий представитель этой фразы. Он просто, на мой взгляд, он из этого предложения просто высвечивается. И завтра в Чеховке, значит, метро Чеховская библиотека, культурный центр имени Антона Полчачева, будет большой вечер, там будут московские поэты, так что я вот всех приглашаю, и я бы очень хотел, чтобы там был и Данила, и прочитал что-то нам на сербском. Так что, милости просим. Завтра в 19 часов. Александр Сергеевич и сербская тема очень, вообще, интересовала. Да, песни твоя. Обязательно. О. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Оружи, која не мирише, не треба трн На нију јадо, да се непој и ос antibody упفيшаво сам на латисамо да запишем стих Оружи, која не мирише Покушаво сам, да пирам оружа маа, и јо трнју нам Роза врятли нужны шипы! Рози без автомата! Разве обороняться ей предстоит когда-то? Пробовал я писать на лепестковой ткани Строки о розе, лишенной, благоухани Думал воспеть я розу, но всякий раз пел о шипах у нас А Ловчин гора над этим городом А Цетине там остров находится? Нет Цетине в Гараге, Цетинский монастырь, историческая столица Черногория Сейчас столица подводится, но это старая столица в горах А над ним еще есть Ловчин гора, самая злая гора Черногория Где похоронен Недеш Это самый знаменитый сербский черногорский поэт Петр Второй Петрович Недеш Митрополит И поэт это самая большая гора, другая гора чуть выше И когда он завещал себя похоронить на этой горе А спросили, а почему не на той, которая выше Будет еще родиться тот, кто выше меня И надо оставить место для более знаменитого Поэтому я сам у мамы Хорошо Там на Ловчине В обзоре, где похоронен Надо сказать, что это же котел В Часовне В Часовне Да Там была Часовна, но коммунисты это... Там сложная история Он завещал себя похоронить, так мы сказали На гаде Сам же нарисовал, он был и Митрополит Хомаславный Нарисовал проект Часовню, очень интересный Построили Часовню и его там похоронили Потом была первая война, австро-венгерские войска там все это оккупировали Часовня разрушили, мощи на гаде Снесли вниз в этот самый Осетинский монастырь После война закончилась, русский архитектор, мигрант Николай Краснов Восстановил Часовню, похоронили там опять на гаде После уже 45-го года, когда коммунистический режим там настал Разрушили эту часовню Знаменитый хорватский скульптор Местрович построил мавзолей такой огромный Даже часть коры там спилили, чтобы поместить этот мавзолей И похоронили на душу жилых мавзолеи И многие в Черногории очень, так сказать, боятся за то, чтобы восстановили все-таки часовню Поскольку он сам стал часовню И почувствуют, что вот это египец, мавзолей, это как-то для православного митрополита не очень будет правильно Но не знаю, там горы уже такой нет, там даже уже спереди часть этой горы Огромный монастырь, вот это мавзолей построили Вот об этом, наверное, и сусловление Цепенье Некогда сам велике святенье полезил со цепнем И радовался оному миру, кое дочекал в монастыре И топлини, кое уби очи срели, глядаючи в лодчинской капелле Цепенье Все святыни, что были на свете, я когда-то связывал с цепенье Монастырский двор испокон мне дарил тепло и покой Ощущал я себя на водчине, глядев часовню на лодчине Говорю, сейчас нет часов Икон Из олтарской двери боговодна слика испуняла спокойно намерно У ньей на ранье цела една прита стала пред којом се пита Икона, сквозь алтарные врата от иконы, мир не сходит на творящих поклонах. Изумляюсь, как скажите на милость, в ней предание целиком уместилось. И молюсь изображенному или мастерам, что мир его отразит. Икона, сквозь алтарные врата. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Икона, сквозь алтарные врата. 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 Икона, сквозь алтарная врата. При ходьбе раскачивают халат, театральный занавес. Согласовывают шаг с толпой, сквозь которую ты спешишь. По их движениям выстраиваются изломы рук, что схватывают ритм покачивающихся бедер. Целый мир раскачивается согласно твоим движениям. Я заметил, что халатик, как взгляд, может соскользнуть с груди, с бедра, чтобы тебя разнежить, разоблачить, разоблачить. Я заметил, что на тебе обнажено все, что не скрыто улыбкой. Соба се дели на сенку и нагло с неизмену. Насланяш се на струру чашава разапретого измеđу два сна и изговораш речи, у кое не веруемо ни ти, ни я. Ползаешь в мое объятие, как непреодолимое слово, ночная лампа оттеняет твои груди, переламывает симметрию света на день и ночь. Шепот и тиканье часов, утыкается тишина, комната разделяется на тень и неизмеримую наготу. Опираешься на струну простыни, натянутую между двумя снами, и выговариваешь слова, в которые не верим ни ты, ни я. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовники. Ну, любовников надо прочитать? Нет? Не знаю, я не знаю. Тем более тут молодежь собрала. Нет, ну дети, наверное, дети могут. Нет, ну дети могут собраться. Для избавто, когда люди вот это собраться. Может, кто-то хочет спросить автора что-то? Да, все-таки у нас сегодня оригинальный автор из Сербии, из братской написания. Он стесняется, что-то прочесть, но детей нет, можно читать. Он говорит, ну, может быть, чтобы не было скучно. Читай. Расскажите, как вам пришла идея перевода Михаила Афанасьевича Булгаркова? Разумеешь? Разумеешь. Я, 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 я сам превел богатолев дневник пред 1922 года. Он превел дневник богатолев, он, потому что... Он, конечно. Он, ну-ну, который, я, я не знаю, из КГБ архива. Он, так он сочувал. Это из архива ГГБ. Он там был сохранен. И театр. Часопис. Театр. Юрнал Театра. В 1921 году он, уже был дневным годом. И откуда дайте взявусь? Я сам тогда уже помалу знал русский. В данном русский еще знал, сейчас уже не знает, но когда переводил, говорим, что знал. Но это был случайный выбор. Это был случайный выбор, как его повесть делал. Это был случайный выбор. Случайный выбор. Случайно и сочували. Случайно был скранен и случайно. Он спалил, вероятно, все знают, что это был рухопис. Дневник был спалил. Он был спалил. Он был спалил. Но в Краке Брюшеве не было так. Случайно ли выбор? Случайно ли выбор? Случайно. Твой избор был случайный? Почему ты забывал? Спасибо. Я тогда читал у Ракова «Мастер и Маргелита» каждый год. Только один. Вы каждый год хотя бы один раз читали «Мастер и Маргелита»? И он даже с доктором, не знаю. Или может быть по этому. Потому что это было единственное переведение. А это не было перевода до этого. Так же было и зашло. Только и только было напечатано в России. А «Под пятою» что это для вас? «Под пятою». Потому что многие… «Под пятою». «Под пятою». Так в театре пишут. В смысле «Мистический». Я думаю, так «Под пятою». Кто из поэтов вам близок вообще? Русских и загранили? Как вы волеете письминка русских? Может, некий другий? Усланно по русских. Усланно по русских. А как вы сказали? «Да, я сам наиболее читал ту экипу. Мандештама, Малининце, Тајеву, Умилёва, претога, претога, и Есенина, и Майаковског. Майаковског сам говорил на изустах. Ага. Как молодой? Когда был молодой. А из Савенина кто-нибудь близок к вам поэтам? Да, начиналаш на круг. Чили. А Бродский? Бродский. 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 Читос. Бродский добрый привет у нас. Бродский добрый привет у нас. Бродский добрый привет у нас. Бродский добрый привет. Бродский добрый привет у нас. не как может з наших старых. Бродский добрый привет. Так, читал со мне ранее, аλιу отдам, али отдаму не читам. Не что? Не что? Я редактору маленького экипы, изном. Манееку изнатомстиан. Он редактор маленького экипы, называ ест граматика, он читал сващно. Да нет, там даже интересные вещи бывают. Это песня, я писал русский. Что читаешь из русских? Ты же писал, а кого хочешь? Я спросил писателей каких-то. От Чехова, а о вам сам и читал. А до Болгакова, я говорю, я говорю, что это европейская. Европейская. Виктор Ильин Винчу. Да, да, да. В Винедикте. В Вашей тоже есть. В Винедикте. Ну, не витей, где-то еще. Да. А последних 5-6 годов не стыжем. Просто. Только поездки. А сколько дней в год приблизительно выходит в издачу? В Западе. С 40 годин и куда? Около 25 до 30. Ну, у нас... Молодые, маленькие, да. Маленькие терроры. Маленькие терроры. Маленькие. Маленькие терроры. Каждый месяц по два, по две, по два издания. Маленькие. Маленькие... Маленькие терроры. Маленькие терроры. Вот. være. Пока, смотришь. это как бы бренд их десанта, но симпатично. Муж русский был. Что-то уже важно. Ну да. Муж русский был. Ёш, 1-2 и 3-5. Это финал, Ёш. 70. Мала Ева. Иако от звезда не разликуе свит, пре него загризае яблоку на устаю и поджее вода. Прародительског греха. Маленькая Ева. Хоть она еще не отличает звезды от светляков, но прежде чем откусить яблока подступает к его стан слюнка прародительского греха. Кувшинка. Улоквань. Улоквань. Улокванье со дна исплива 8 утопленника. Негови разложи и мое заблуде дубокосу под воду. Кувшинка, всплывшая со дна улитка утопленника. Его резоны и мои просчеты под темной водой. У あり результат. У удовоз. Идеш каа святинци за то бом се семка, као тетих одмотала. У твоему удовоз ку приповедам у стликама. А ти мислиш отишла си тао да је то смо устaneш и однеш. За то бом са семка јось сада утрец. Об уходе идешь на свет, а за тобою тень разматывается словно ковер. Картинно живописую твой уход, а ты думаешь, ушла, будто это всего лишь встать и уйти. Тень за тобой разматывается до сих пор. Не думай, не думай. Хочет ли мачка, что се игра клубе том конца, испреденим из притча, когда се нити покидаю, уме ти да се изигре вратно? Сомнение. Сможет ли кошка, которая играет клубком ниток, вытянутых из рассказа, выбраться из игры, когда нить оборвется? Последний? Побожна. Бог, постой. На что, ако вернешь? А ако не вернешь? Благочестивая. Бог есть, особенно когда веруешь. А если нет, что тебе до Него? Сейчас, да? Финиш. Может, вопрос сюда? Как вы познакомились с Еленой Гудевич, которая вас приезжает? Как все можно выявить? 5-6 лет назад, а как? Международные встречи 10-й Белград. Белградский международный как называется? Международный степьям к театру, как мультик. Она всю книгу перевела, да? Международный степьям к театру, как мультик. Доброе, личное право. Хороший перевод. Нажалусь, не могла, да проведем какие песни, до коих именов стало в Украинске. Сумменно, легко. Я не знал русский. Это не знал, как правило из Дебника Булгарка. Я знаю, что она сейчас приезда в Белград. Модруха. Ее тоже переводили на святых лесах, по-моему. Да, книги выводили. Буевич тоже переводили книги. Ион и Ирина. Некие право, Денегова песни на святых. Елены, Елены, Елены. Елены, Елены. Елены, Елены, Елены. Денегова песни были проведены на святых. Душица Мордзенович. Он молодой поэт. Перевела несколько лет назад. Несколько лет назад вот эта душица перевела Елена. Или она молодая поэтесса? Элена, четыре-пять лет назад, каждого года в Белград. Да, да. На этой встрече... На встрече... На встречах поэтов выбрали. Еще вопросы, может, нашему гостю? Все так уже под впечатлением. Данила, а вы... Я вот из Русского пенцентра вас приглашаю на помощь. Вы меня узнали? Нет? Я Екатерина Повчининова. Да, 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 да. Приглашение вам. А вы члены Сербского пенцентра? Пен-клуба. Пен-клуб? Нет, понятно, нет. Я натуралист. В Белграде, несколько лет назад, был конгресс международного пен-клуба. Вы там не были, да? Нет, нет. Мой приятель. Услам пенцентр в месяц. Но он не националист. Пожалуйста. А есть ли у вас стихи или у каких-то сербских авторов, которые специализируются именно, фокусируются на воспевании гайдуков и гайдучей? У нас есть песни, которые воспевают гайдуков и гайдучей в целом. У меня есть песни, которые пишут о гайдучей, о гайдуцах, я не знаю. Гайдуки, гайдуки, гайдуки. А хайдуцам? Хайдуцам. Пишите нечто, хайдуцам. На сегодняшний день была цена. Полупалеменская? Ну, это шало. Пять суток была. Ну, больше, да, больше такие вот, в эпосе там есть что-то. Галибич Мак. Скорее, Маклёв. Да, Вера Тренький, Галибич Мак. Это, ну да, больше фольклама, конечно. В современной поэзии, наверное, не очень. Я не знаю, да, кто-нибудь пишет. По крайней мере, он не знает. Может кто-то пишет? Может кто-то пишет? У вас главная честница? Ну, а, что это все? Я вижу, что Четница вы пишете. Я говорю, наверное, сейчас больше о Четниках пишу, чем о Гайдуках. Четники у них была такая... Потому что у них два было движения сопротивления в годы войны. Одно всем известно, партизанского воевестита, а второй вот Четникова, Дражев Михайловича, которые в коммунистическое время они считались коллаборационисты. И все сейчас все-таки считается, что это было два движения сопротивления. То есть, как остатки королевских войск. То есть, Дража Михайловича, мы картизаны Титами. И сейчас вот есть... И в Сербии до конца так вот эта картизанская традиция и традиция Четников, и не договориться между собой. И вот есть поэзия, которая вот о Четниках пишет. Чет – это посевский отряд, то есть такие же вот гайдуки, только уже в нашего времени. Эта традиция есть, а в гайдуках, наверное, на самом деле только осталось уже фольклорное что-то такое в эпосе. Я прошу прощения, я наберусь смелости, моглости попросить нашего автора еще прочитать стихи, поскольку он у нас 40 лет не был еще в Музиксе, когда был в следующий раз. Там еще люди подтянулись, которые не успели услышать. И я тогда попрошу Юрия Нечпоенко, прекрасного писателя-поэта, сменить на посту. Спасибо вам огромное. И прочитать на русском языке, и продолжить читать. А вот, Занила предлагает взять... А можно Юрия Нечпоенко подошел? А можно Юрия Нечпоенко подошел? Да, у каждого некие новые люди сюда дошли, и может, с Буртовой Юрия Нечпоенко. Знаешь, что так было, эротское, что-то. Я знаю, что чего. За страницу... За страницу... За страницу сам. Говорит. Ага. Говорит. 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 Когда си се слащила, ниси гасила светло ни спуштала рулетну. Преку улице ние было могуще видеть све детали, а временом сам успео да их наслутим, све до младежа под левом сисом. Младежу коси сам превидео, мадам и се и сад чини, да се с моего прозора све много боле видело. Любовники, возвращающее время, когда ты раздевалась, не гасила свет, не опускала жарки. С улицы невозможно было разглядеть все подробности, но со временем я смог их представить, все до родинки под левой грудью. Родинку в волосах я предусмотрел, но мне и сейчас кажется, что из моего окна все виделось намного четче. Необузданост покрета шапата и уздаха у интервали намереним сливанем зноја у метра кошуде, која је у жуби остала, издувавали смо кроз дуански дим једно другом лице. Настављали смо без кошуде, без рунке стида, без даха, без увида у време, и заваршавали сигареты. Без вытарностных движений, шепотых вдохов, в паузах, измеряемых стеканием пота, за пазуху под рубашку, не снятую в попыхах, выдували табачным дымом в лицо друг к другу, продолжали без рубашки, без тени стыда, без дыхање, без ощущения времење, и заканчивали сигареты. На рукава сам те голу у овледалу уноси, како да је ветар предамном прозор отворио, паз прозора гледам у собу, како се отимаш из мојих руку, како посустајеш, како се отимаш, како посустајеш. Изовно гледала, остале суједино речи, из којих се не видиј, но си шапатом пустај расеклај. Подасил тебе голу до руках зеркало, словно ветер предамном открывал окно, и сквозь него смотрю в комнату, как вырываешься из мојих объятий, и остаўешся, как вырываешься, и остаўешся. Вне зеркала остались только слова, которых не видно, как ты шапатом расекала губа. Ти си то знала, како ниједна пред. Најпред би би прибирала крстима по стомаку, како да свираш неку мелодију у коју сам се уносил, иако је никад нисам разумео. Усне су стизале за језиком душ целог тела, застайкуючи јувек на истим местам. Ти си познала, како ниједна пред, и имала свео, што је секудача. Ты это умела, как никакая другая. Сначала перебирала пальцами по мојему животу, будто играла какую-то мелодию, которая уносила меня, хотя я никогда её не понимал. Губы спешили за языком вдоль всего тела, задерживалась всегда там же. Ты это умела, как никакая другая. И у тебя были острые резцы. Из купателя се излазила опрана от греха. Крој зопојно смириштевих сапуна, са груди су вноц зуриле прадарице, а каптите воде по телу гледале очима, паново спремним на греха. Из ванны выходила, омытая от греха, сквозь дурманищий мыльный аромат, с груди в ночь струили соски, а капельки воды по всему телу посматривали глазами, заново готовыми ко греху. Утром изогледала се са бојазном ми врата, руж полюца прасноју смеху. Утром в зеркаве на широкой шее помада поцелуја, приснет от смеха. На местима где сам их некад затикао, привиђеју ми се твоје ствари. Гаћице на столу, халјина на прозору, полустару коз лепи мишеви ви се брускао кари. На полници за книге наокари ги шчитавају хармса, а у паднику ципеле на високим петама, супкају у место. Са пригрушене светлости лампе, скидам на раму и ём светлі покутувам особи. Слеје на своў мејстю и усадошенам нере. Йадіно пепене. В тех местах, где когдато застал, видяться мне твоје вещи. Трусики на столе, платье на окне, с люстры, как летучая мыјша, свисает бюстгальтеры. На книжной полке очки вычитывают хармса, а в коридоре туфли на высоких каблуках, перетаптываются на месте. С приглушенной лампой сбрасываю платок и освещаю углы комнаты. Все на своих местах, в идеальном беспорядке. Только тебя нема. Писи устаяла и навлачила крај Йоргана преко мога сна. И смишљала речи за песму, коју ћу писати ко зна как. Ты вставала и натягивала крај одеяла над моим сном, и придумывала слова для стихотворения, которые напишу неизвестно когда. Теперь бывает очнусь над стихом, и всегда мне не хватает какого-нибудь слова. У овој песми уместо речи говори покрет, зауставлени утрену 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 до ксеслања. И позади ми је море и два-три таласа, које сам тексат примеклил. Найлёвши стихи покрить леве ноги, којм са узловадь аж после них дейла одеѣ. Фотография. В этом стихе вместо слов говорят движение, остановленные в тот самый миг, когда ты раздеваешься. Позади тебя море и две-три волны, которые разглядел только сейчас. Лучшая строка – это движение левой ноги, которым ты освобождаешься Воспождаешься от последней детали одежды. Воспождаешься от последней детали одежды. Воспождаешься от последней детали одежды.